В 1969 году приказом Министерства внешней торговли СССР номер 70 был учрежден таможенный пост со штатной численностью 6 сотрудников. Так появился, наверное, самый важный стратегический объект белорусской границы – пункт пропуска Варшавский мост. За свою 55-летнюю историю он несколько раз видоизменялся. Так, свой архитектурный облик он обрел в 2004 году, а в 2022 году были полностью завершены работы в рамках реконструкции автодорожного пункта пропуска Брест. Встретить юбилей любимого поста и ценить изменения, которые произошли с ним за эти годы, сотрудники Брестской таможни пригласили своих ветеранов. В честь 85-летия и Брестской таможни в этом году, и 85 лет Брестской области, так вот, год этот в Брестской области, в Брестской таможне у нас юбилейный, праздничный. И вот сегодня мы проводим ряд мероприятий, посвященных 55-летию таможенного поста Варшавский мост. Одно из особенностей, то что мы действительно сейчас пригласили много ветеранов. И ветераны, которые руководили этими пунктами пропуска еще в 90-е годы. И буквально пару минут вот с ветеранами поговорили, поговорил, и вот отметили такую характерную особенность, что у них в арсенале была только канцелярская книга, отвертка и фонарик. А сегодня действительно пункт пропуска – это высокотехнологичный, информационный пункт пропуска. Тем более стоит современная система автоматической расстановки по каналам транспортных средств, которой ни в одном пункте пропуска пока в Республике Беларусь такой системы нет. И если она пройдет и зарекомендует себя действительно положительно, а я уже на сегодняшний день могу сказать, что она зарекомендовала себя положительно, такая система будет внедряться и в иных пункт пропуска на территории Республики Беларусь. В торжественной обстановке начальник Брестской таможни Сергей Якута поздравил всех ветеранов, причастных к становлению и развитию поста, а также действующих сотрудников, которые сегодня трудятся на данном рубеже границы. Лучшим сотрудникам были вручены заслуженные награды, а ветеранам подарки. Я считаю, что даже в тот период, о котором вы говорите, скажем так, наша граница западная получила большой толчок с точки зрения развития инфраструктуры, которая, безусловно, влияла на прохождение не только транспортных средств, а вообще просто на пассажиропоток. Поэтому то, что я сегодня увидел, мне приятно. Я впечатлен, скажем так, теми возможностями, которые сегодня имеет пограничная таможенная служба. Ну и, естественно, я думаю, что и граждане, которые здесь проезжают, заметили эти изменения. И думаю, что это, безусловно, в лучшую сторону. Все подробности встречи, а также о том, как работает пункт пропуска сегодня, смотрите в субботу в программе «Итоги недели». Василий Новоскевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.